Здравствуйте! В эфире дневной выпуск программы «Время новостей» в студии Ирина Варсан. Таких цен на получение водительского удостоверения, как в Ханчештах, нет нигде. Простая буква в правах стоит 500 евро. Моя жена пыталась сдать экзамены на получение прав четыре раза. Это лишь некоторые мнения, размещенные возмущенными гражданами в социальных сетях. Люди обращаются к премьер-министру Иону Кику, чтобы он разобрался в проблеме. Глава Кабмина заявил, что созовет совещание, чтобы выяснить, что происходит в автошколах страны. На своей странице в социальной сети Ион Кику написал, что получает много сообщений от людей, которые жалуются, что раз за разом пытаются сдать практический экзамен на получение водительских прав, но не могут набрать нужный балл и получить удостоверение, так как за это требуют заплатить. Некоторые сообщения премьер прикрепил к своей публикации. Хочу сказать, что таких цен на права, как в Ханчештах, нет нигде. Так называемый инспектор РВ терроризирует людей и намеренно делает так, чтобы никто не мог сдать экзамен. Простая буква в правах стоит 500 евро, жалуется мужчина из Ханчешт. А вот еще один возмущенный голос. Моя жена пыталась сдать на права четыре раза, и я могу утверждать, что экзаменаторы со всеми ведут себя по-разному. Очевидно, что кто-то дал взятку, а кто-то нет. К премьер-министру обратился и мужчина из Кишинева. Уважаемый премьер-министр, в подобной ситуации оказался и мой брат. Он сдавал экзамен на водительское удостоверение и не смог его пройти совершенно необоснованно. До сегодняшнего дня нужно было заплатить взятку в 300 евро. Надеюсь, у завтрашних экзаменаторов аппетиты изменятся. Список жалоб очень длинный. Люди рассказывают премьеру, что пытались сдать экзамен на водительские права 6 или даже 10 раз. И всегда экзаменаторы находили причины снизить балл, только потому, что люди отказывались давать им взятки. Ион Кику призывает всех, кто сталкивался с подобными ситуациями, сообщать ему об этом лично. Также глава Кабмина заявил, что созовет совещание с представителями агентства общественных услуг и другими ответственными лицами, чтобы выяснить, как в Молдове работает механизм по сдаче практических экзаменов для получения водительских прав. Партия «Действия и солидарность» требует отставки правительства. Об этом заявил депутат от ПДС Игорь Гроссу после того, как было принято решение о повышении цен на междугородние перевозки. Представители политформирования называют это издевательством над людьми и заявляют, что рост тарифов выгоден только тем, кто создал монополию в области пассажирских перевозок. Об этом сообщает интернет-портал Unimedia.info. Депутат от ПДС Игорь Гроссу заявил журналистам, что решение об увеличении тарифов на пассажирские перевозки приведет только к тому, что люди и дальше будут пользоваться неработающим опасным примитивным транспортом, но платить за это теперь будут больше. Парламентарий подчеркнул, что такая ситуация выгодна тем, кто, по его словам, монополизировал транспортные маршруты. В этой связи представители партии действий и солидарность требуют отставки всего кабинета министров Иона Кику. Также депутаты от ПДС заявляют, что решение правительства о повышении тарифа, которое было принято без публичных консультаций и анализа других вариантов, ничто иное, как издевательство над гражданами. Мы связались с пресс-секретарем правительства, чтобы получить комментарии относительно заявлений представителей ПДС. Нам ответили, что официальный ответ появится позже и будет размещен на сайте правительства. Напомним, с 1 января в Молдове повысились цены на междугородние пассажирские перевозки. Министерство экономики и инфраструктуры пошло на уступки требованиям перевозчиков, которые заявляли, что тарифы не пересматривались с 2012 года, при том, что цены на топливо и обслуживание машин с тех пор значительно выросли. Теперь километр пути на междугороднем транспорте стоит 60 банов вместо 48. Условия, которые выставило правительство перевозчикам – убрать из автопарков устаревшие машины, а также модернизировать автомобили до необходимого уровня комфорта. Те, чьи пенсии и государственные социальные пособия не превышают 2000 леев, уже могут получить единовременную финансовую поддержку в размере 700 леев. Деньги будут выплачиваться до конца 2020 года. Право на единовременное пособие имеют почти 600 тысяч человек. Из них около 400 тысяч пенсионеры по возрасту, получатели пенсии по инвалидности и пенсии по случаю потери кормильца. Участники боевых действий, ликвидаторы последствий аварии в Чернобыле, получатели государственных социальных пособий, также имеют право на единовременные выплаты. На все расходы из госбюджета выделено более 417 миллионов леев. Выплаты будут осуществляться Национальной кассой социального страхования через почтовые отделения страны. В новогоднюю ночь в селе Костешта Яловенского района двое молодых людей, один из которых несовершеннолетний, жестоко избили третьего. Пострадавший впал в кому. По информации правоохранительных органов, драка произошла 1 января после часа ночи. Пострадавший 20-летний парень вместе с приятелем вышел из дома для разговора с другими молодыми людьми. Завязалась ссора, в ходе которой пострадавший попросил девушку не вмешиваться в мужской разговор. После этого его стали избивать. Драка попала на камеру видеонаблюдения, установленную у соседей. Из записи точно не ясно, сколько именно человек избивали жертву. Зато хорошо видно, как молодого человека несколько раз валили на землю и жестоко избивали ногами. Пострадавшего госпитализировали в Кишиневскую больницу скорой помощи. От полученных травм он впал в кому. Пациент перенес нейрохирургическое вмешательство с целью удаления гематомы в области головного мозга. На данный момент он в очень тяжелом, но стабильном состоянии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, потому что находится в состоянии комы. На данный момент прогноз медиков осторожный. Полиция задержала двоих человек. Один из них помещен под стражу на 72 часа. Второго задержанного, 16-летнего молодого человека, отпустили, так как он несовершеннолетний. Возбуждено уголовное дело. Виновным грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. Неприятные новости для граждан Молдовы, работающих в России по патенту. Его стоимость выросла на 7%. Таким образом, трудовые мигранты в Москве вместо 5000 рублей будут ежемесячно платить 5350. Напомним, в 2018 году стоимость патента составляла 4500 рублей. Патентная система для иностранных граждан была введена в Россию в 2015 году для Молдовы, Украины, Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана. Согласно данным Молдавского консульства, в России порядка 500 тысяч граждан Молдовы находятся на территории Российской Федерации, из которых примерно 206 тысяч трудоустроены официально. Первый модернизированный микроавтобус был запущен по маршруту Похорничены-Аргеев. Жители выразили огромную благодарность примару села от партии Шор и районному совету за решение проблемы общественного транспорта, поскольку ранее им приходилось часами ждать микроавтобуса. Иногда водители и вовсе отказывались выходить на линию. Первый модернизированный микроавтобус будет курсировать из села Похорничены-Аргеев. По примеру, общественного транспорта в Аргееве они оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения, системой GPS и бесплатным доступом в интернет. Граждане выразили огромную благодарность примару села и политической партии Шор за то, что теперь у людей есть доступ к качественному общественному транспорту. Я хочу поблагодарить нашего примара Яныка Коробчук, потому что он очень долго боролся за эту маршрутку. Даже новогодние праздники он не встречал с семьей, потому что занимался решением этого вопроса. Спасибо большое партии Шор за то, что провели освещение в селе и дали возможность ездить на таком чистом и красивом микроавтобусе. Мы очень рады, что этот микроавтобус появился в нашем селе. Раньше были большие проблемы с транспортом, особенно в праздничные дни, на Новый год и Рождество. Водитель говорил, что не будет везти только двух человек. Примар села подтвердил, что в период новогодних праздников экономический агент, который отвечал за пассажироперевозки, не обеспечил выход транспорта на линию, из-за чего люди были вынуждены добираться на такси. Также он подчеркнул, что поездка в новом микроавтобусе обойдется пассажирам в пять леев, хотя транспорт входит в категорию «комфорт». И в других населенных пунктах билет в подобных автомобилях стоит шесть леев. Я хочу выразить благодарность за помощь в решении проблемы транспорта в селе Похорничен и председателю района Дину Цуркану, вице-председателю Виктору Перцу и директора «Архейтранспорт» Андрею Бастан. Это общественный транспорт высокого качества. Я считаю, что жители села его заслуживают. Глава «Архейтранспорт» также подчеркнул, что запуск микроавтобуса крайне важен для жителей села. Предыдущий оператор, который производил перевозки пассажиров по данному маршруту, начиная с начала нового года, отказался от обслуживания этого маршрута. Было принято решение привлечь нас как муниципальное предприятие для обслуживания этого маршрута. В связи с тем, что на муниципальном предприятии на балансе находится и автовокзал, который вы видите, поэтому маршрут отходит от нашего автовокзала непосредственно к Похорничену. Соответственно, все деньги за проданные билеты остаются в бюджете города. Отметим, что по примеру Аргеева в населенных пунктах, где на местных выборах победил кандидат от политической партии Шор началось решение важных проблем, таких как общественный транспорт и освещение. Напомним, в конце прошлого года администрация Аргеева во главе с бывшим примаром Илоном Шором закупила 37 новых микроавтобусов для городского пассажирского транспорта общественного пользования. Кроме того, с 7 до 9 утра, а также с 17 до 19 часов вечера, пассажиры пользуются маршрутными такси абсолютно бесплатно. Коммунальные службы Аргеева продолжают кампанию по благоустройству муниципия. Работа по наведению порядка в разгаре, несмотря на череду праздников. Ведь зеленые и ухоженные улицы – одна из визитных карточек города, который давно стал примером чистоты для других населенных пунктов Молдовы. Главный въезд муниципий Аргеев – один из примеров того, как в городе заботятся не только о чистоте, но и о красоте. Сейчас здесь кипит работа, обновляют клумбы. К работе подошли основательно. Чтобы избежать прорастания сорняков междекоративного грунта, предварительно стелят специальный брезент, на который и кладут камень, тщательно выравнивая его по всей площади. Делают на совесть, впрочем, как всегда. Работы проводятся по всему Аргееву. Убирают улицы, тротуары, ухаживают за клумбами и так далее. Есть план на 2020 год, в котором предусмотрена вырубка аварийных деревьев и сухих веток, которые представляют опасность для автомобилей и горожан. Работы выполняют в рамках проекта «Аргеев – чистый город». Ежедневно, несмотря на выходные и праздничные дни. Ведь первое, что замечают люди при въезде в муниципий – это чистота. Мы здесь приехали просто посмотреть. Чистый, хороший город. Я рад, что чисто здесь. Не то, что чисто, а красиво. Красиво в нашем городе. Убирают каждый день. Я считаю, что результат заметен. В городе очень красиво. Мы чувствуем себя хорошо. И так должно быть во всей республике Молдова. По словам примара Аргеева, руководство города выступает за чистый и привлекательный вид всего муниципия. Следить за чистотой призывают и местных жителей. Это непрерывный процесс в течение всего года, начиная с 1 января и заканчивая 31 декабря. Мы никогда не останавливаемся. И также призываем жителей участвовать в уборке и благоустройстве территории близ жилых домов. Это будет вклад каждого жителя в проект «Аргеев – чистый город». С приходом к власти команды Илона Шора в Аргееве произошли кардинальные перемены к лучшему. От ремонтированной десятки километров улиц обустроены парки и зеленые зоны. Построены спортивные площадки. Городские клумбы украшают цветами и другими сезонными растениями. В теплое время года некоторые улицы и тротуары моют специальным шампунем. Результат комплексной работы налицо. Аргеев давно стал примером чистоты для других населенных пунктов, в том числе и для столицы республики – Кишинева. Работа фармацевтам не помешала Ольге Зайцевой из Новоанинского района стать настоящим мастером хендмейд. Когда она училась в Национальном колледже медицинной фармации, решила приобрести еще одну профессию и выбрала пчеловодство. Сегодня Ольга может гордиться работами, которые мастерски создает из пчелиного воска. После медицинского образования Ольга Зайцева еще два года училась пчеловодству в профессиональной школе села Бубуечь. Обучение решила начать три года назад, когда отец купил несколько ульев, но потом уехал за границу на заработки, оставив пчелиные семьи на попечение своих родных. Тогда же появилось и новое увлечение – изготовление восковых свечей. После того, как папа уехал, я осталась за хозяйку. И вот со временем пришла такая идея, потому что это довольно приятное занятие. Оно расслабляет, успокаивает и даже помогает в работе с ульями. Мастерица говорит, что сначала вообще ничего не знала об этом ремесле, но со временем втянулась. Первую свечу я сделала в стеклянной баночке. Я мучилась три дня, пока не добилась желаемого результата. Это потому, что ничего про это толком не знала. Еще я боялась, что воск закипит и разольется. Я грела его, наливала в стеклянную банку, но ничего не получалось. И так несколько дней. Но я не сдалась, пока не получилась нужная мне форма. Потом Ольга стала изучать ремесло более детально и со временем все начало удаваться. Теперь мастерица изготавливает не только свечи, но и разнообразные украшения, и элементы декора из натурального воска. По ее мнению, на праздничном столе, кроме красочных блюд с едой, обязательно должны быть оригинальные украшения. Именно они создают особую атмосферу. Прямо сейчас я буду заливать свечу в форме шара, на котором будут элементы зимних праздников. Сначала фиксируем форму, чтобы воск не растекся вокруг, а потом заливаем воск. Когда свечи отлиты, у каждой есть свое время ожидания до полной готовности. Начиная с получаса до целых суток, если свечи большие. Ольга продолжает работать фармацевтом. Основное занятие не мешает ей в свободное время полностью отдаваться любимому делу. С понедельника по пятницу я в аптеке, а вот выходные посвящаю другим занятиям. Работы, созданные Ольгой Зайцевой, известны уже и за пределами страны. В будущем она надеется организовать свой собственный бизнес. Цена одной свечи Handmade начинается от 25 леев. На этом дневной выпуск новостей завершен. В студии была Ирина Варсан. Увидимся в 21.00 на нашем телеканале. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok